Губернатор Приморья посетил три объекта, реализованных в рамках территориального общественного самоуправления. На Патрисе, Часовитино-135 и Домик у озера. Все самоуправления – неоднократные победители конкурса грантов на реализацию собственных проектов по благоустройству. Большой запрос от жителей всех городов и поселков Приморского края по этой программе. Наиболее инициативные участвуют в ней. Если у нас было по прошлому году 250 миллионов выделено, то сейчас мы добавили еще более 100 миллионов, порядка 340 территорий общественного самоуправления будут участвовать в этой программе и победят. Будет, конечно, конкурсный отбор на дополнительные денежные средства. На территории Тосна-Патрисе появилась безопасная детская площадка. Зона для игр огорожена от опасного склона и проезжей части. Домашние животные не попадают на ее территорию. Площадка, асфальтирование вокруг дома и в этом году выиграли грант на благоустройство в части доступная суда. Вот та лестница, которая идет в основном. Здесь была восстановлена земляная площадка. Белевая у нас площадка была такая старая. Выровняли, поставили хорошие основания под коке, оградили для безопасности. Благодаря конкурсу на территории ТОС «Часоветина-135» созданы условия для детского досуга, сближения детей, приобщения к здоровому образу жизни и активностям на свежем воздухе. Мы поставили тренажеры для взрослых детей, ограждения для безопасности, чтобы дети там, потому что ветер у нас там опасно. А в прошлом году мы уже сделали большой комплекс для детей от 8 до 14 лет. Установка детской площадки на территории ТОС «Домик у озера» позволила создать современное и безопасное пространство и заложить фундамент для сплочения молодежи. Земля, вот та вот управление спорта, тоже хотелось бы как-то добиться, чтобы… Управление спорта, города? Да. У нас в этом году есть эти деньги. Мы хотели. Чтобы здесь расширить ее. Получили деньги в рамках специального казначейского кредита. Сделаем здесь ТОС площадку. Проект сейчас пользуется большой популярностью у неравнодушных к своему двору приморцев. С каждым годом мы будем и увеличивать финансирование, и продолжать эти программы. Поэтому вот такие примеры, где граждане, собравшись, решают вопросы, связанные с придомовыми территориями, они являются хорошим показателем и участия граждан, и преображения своей придомовой территории. Но это такие планы быстрых, малых побед, которые видны людям, и люди сами. Лучше определяется, что нужно сделать на ближайший год, что можно сделать на следующий год. Участие в этих проектах уже формируют непосредственно тех подрядчиков, которые качественно и грамотно выполняют работы. Сами подбирают их, но и, безусловно, участвуют в субботниках. Все зеленые насаждения, цветники – это дела и руки как раз самих граждан, которые с любовью относятся к своему двору. Территориальное общественное самоуправление – это самоорганизация граждан по месту их жительства для воплощения в жизнь собственных инициатив по решению вопросов местного значения. По мнению экспертов, ТОС – это наиболее результативный инструмент для преобразования окружающего пространства. Артем Белов, Диана Иванова. Новости на восьмом. Субтитры создавал DimaTorzok